девчонки всем привет девчонки и мальчишки это мужчины обижаются когда я обращаюсь только к девчонкам сегодня сейчас я еду на одно мероприятие это показ нового аромата от его и я опаздываю и можно сказать дико опаздываю на час очень не люблю опаздывать но так получилось что в городе пробки я из центра еду в другой конец города поэтому надеюсь что ничего прям грандиозного не пропущу но уже что-то пропущу а ведь хотела вам показать с самого начала поэтому вы уж меня простите но постараюсь быстренько доехать и поснимать вам показать как проходит презентация нового аромата и вообще ну полностью все что там будет все показать это кью нет по маннике g13 до находится на такое пространство g13 и находится на виноградаре то есть это далеко очень далеко как как мне кажется то есть мне показывает почти 20 километров в принципе 20 километров не особо большое расстояние но когда это пробки то да это большое расстояние и расстраивает тот факт что если так будет продолжаться то я вообще приеду к самому концу и это не есть хорошо вот я вот можно сказать при параде меня подготовила линка линку вы знаете если вы смотрите меня то это очень классный визажист так вот алиночка еще и стилист и учится на стилиста поэтому мне очень очень приятно когда она меня куда-либо собирает вообще мы конечно с ней болтухи щетей когда собираемся то это может время пролететь просто моментально и незаметно я очень хочу что полинка сделала свой канал то есть открыла свой канал она скажу честно как многие очень сомневаются стесняются переживают боятся критику но она такая умничка что мне кажется что ней как раз канал бы вообще не помешал она бы очень многому смогла научить нас меня в том числе потому что когда она меня красит я всегда спрашиваю а вот это вот то и плюс она сама рассказывает это вот это вот делать нельзя вот это наоборот делать можно я сейчас не рассказываю что именно то что если ты надеюсь что мы с ней снимем совместное видео и это сподвигнет ее на открытие канала сейчас еду по брусчатке буду закругляться потому что не очень комфортно и уже включилась на мероприятие я уже на месте g13 и это здание бывший завод его переделали и я уже слышу музыку вот и мы берем если мы сейчас вернемся вот так вот так вот так вот так вот я знаю вот и здесь было и здесь вот так вот я думаю вы найдете к вам эрик и вот так вот я думаю что с ней Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поэтому оставайтесь с нами ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А теперь хлебушек, хлебушек положим туда вот так. Вот, все, повози хлебушек. Иу, иу, иу. Смотри, смотри, какая красота. Иу, иу. О, какой красавчик, Дюма. Смотри. Танцуй, Дюма, танцуй, 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 танцуй. Да? Би-би-куш. Нечто. Бай, бай, бай. Да, покажи, покажи, какой ты красивый. Да, покажи, какой ты красивый, Анжели. Покрутись. Покрутись, покрутись. Да, вот так, вот так. Дюма, нельзя, ты зачем уберешься? Пусть мальчик играет тоже. Дюма, пусть мальчик играет, ну что же хочет? Надо дружить, Дюма, надо все вместе играть. Сидеть, вы и спота. Смотрите, вы и спота. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Качелька, григо, григо, григо. Капец. Капец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok семье, без которых мне бы было сложнее, вот именно что касается ребенка. Автокресло замечательно, сколько малой проводит в нем, и вот я вижу, что ему комфортно. Также эта кровать манеж, я не говорю про фирму, потому что в основном все кровати манежа не одинаковые, все они одинаково складываются и раскладываются, и это тоже крутая вещь. Правда, единственное, что мы за собой иногда еще возим вот этот матрасик, ну то есть под кроватку, чтобы ему кокосовый, который, короче, чтобы ему было классно спать. И вот мы разложили Демке эту кровать, и сами уже когда его поздравили, он игрался с подарками, ему надарили кучу всяких машинок, игрушек, одежды, вот, встретились мы с кумой, правда, на следующий день. В субботу я лечила зубы, я почти целый день провела у стоматолога, с самого утра до самого вечера, поэтому мои гуляли в парке без меня, встретился мой муж с кумовьями, я не всех кумовьев видела, Максимка, Анечка и Даша, вы простите, я очень хотела вас видеть, но, к сожалению, не получилось, потому что после стоматолога я была просто никакая, и ехать уже я вот Демку забрала из парка. Я вам все рассказываю, как будто вы в курсе, как весь день проходил. Короче, я вам рассказываю, тоже такая история, мой муж с кумовьями гуляли в парке с одними, потом мой муж поехал лечить зубы, то есть мы с ним поменялись, а я с детьми осталась опять же в парке Горького. Потом Демик уже начал капризничать, плакать. Еще хочу отметить комнату страха в вашем парке. Ника была в восторге, говорит, мне было очень страшно. Ну, так как я с ребенком, я, естественно, не попала, но было классно, Ники, я поняла вот через ее эмоции, поняла, что действительно там страшно. Так вот, и мы поехали домой, я Демуку повезла кормить и класть спать, а мой муж остался с кумовьями, то есть после стоматолога поехал к кумовьям, а я уже не смогла, поэтому, ребятки, кого не увидела, простите, но очень хотелось. Я думаю, что мы еще увидимся, потому что в Харьков мне опять надо ехать и опять по зубам, то есть верхнюю челюсть мне сделали, мне ее отремонтировали, отбелили, вообще сделали все, и мне даже сейчас сложно разговаривать, потому что у меня вот тут полностью все как бы болит. И, ну, короче, и губа так опухла, как будто бы ее так конкретно накачали, так, я говорю, хоть бы так и осталось, потому что выглядит неплохо, но болит ужасно. Вот, сидела я в кресле стоматолога с 10 утра до 5 или до 6 вечера, представьте. Это, конечно, у нас было два перерыва, 10 минут, по-моему, и еще там пару минут, короче, и все это время с открытым ртом, и реально все болит. Но это, зато я очень довольна тем, что у меня есть сейчас. По поводу, раз уже говорим о стоматологе, сейчас я вам просто покажу зубные пасты, и, может быть, вы узнаете зубные пасты какие-то свои, скажете свое мнение. То есть нам стоматолог порекомендовала зубные пасты, и каждому свою. О, Никульки попрошу. Никуля, она у меня осталась дома, я же говорила, да, она не пошла в школу. Мою зубную пасту с туалета принеси, пожалуйста. Я ее забыла просто взять. Муж привез вот такую, то есть она с вкусом, даже не с вкусом, кстати, чтобы не путать. У нее вкуса нет, у нее просто аромат яблочко. Спасибо, зайка. Аромат яблочка, и сейчас я попробую, почистила, вроде неплохая. Я не знаю производства, кто пробовал, скажите, как вам. Вот, Денталком какой-то. Дентаид ком. Испания. Кстати, у меня не очень хороший опыт с испанскими пастами, но думаю, что она другая. Так, ценник где-то я видела. 108 евро. 130 гривен она стоит. Это стоит 130 гривен, и муж сказал, что ему стоматолог порекомендовала, что неплохая. Доминики вот такую вот порекомендовали. Кстати, тоже не все, ей дали пасту, у нее, в общем, надо десны укреплять, и не только. И у нее очень слабая эмаль, поэтому тоже там дали одну штучку, я попробую вставить фотографию. Дальше. Китс Перот какой-то. Тоже Испания. Вот такая вот детская зубная паста. А я себе взяла совсем другую зубную пасту, отбеливающую, то есть, которая борется с налетом кофе. Я пью кофе, я кофеман, поэтому я хочу, если я отбелила зубы, то, естественно, надо, чтобы они оставались белыми. Поэтому у меня тут такой бленд, бленд Икс какой-то, непонятный такой. Единственное, что мне в этой пасте не нравится, я, в принципе, ей чищу, но мне нравится то, что надо надавливать. Я больше люблю такие, которые не раскручиваются, а, знаете, вот крышечка снимается, и вы выдавливаете. Так гораздо удобнее. Сейчас посмотрим, какая у Доминики. О, вот такая вот, как у Ники. Вот такие вот, гораздо удобнее. Ну, лично для меня. Вот, по пастам я вам сказала, я поеду через неделю обратно в Харьков, туда обратно, вот, чтобы мне уже закончили нижний ряд, и тогда я могу заниматься своей брекетной системой. В общем, не знаю, зубы это такое. Дальше. Суббота прошла почти без мамы. Мама была у стоматолога, но Демка, конечно, довольна, потому что дома там были кошки и собаки, во всем, куча родственников, куча кумовей, знакомых, детей, парков. То есть, ребенок в таком диком-диком восторге. Засыпал обычно позже, чем как положено, потому что эмоции. Вот я видела, что ребенка переполняют эмоции. А в воскресенье мы собирались ехать обратно, но не с самого утра, вот, для того, чтобы малыш не целый день провел в автомобиле, а старались подгадать так, чтобы он покушал и уже потом уснул в машине. Поэтому мы целый день, опять же, провели в Харькове. Но уже был более такой релакс. Доминика гуляла во дворе на качелях с Демкой, папа с двоюродной сестричкой, в общем, все по-семейному. А я с кумой поехала по магазинам. Поехала по магазинам, она мне показывала разные магазины, кое-что я себе прикупила, покажу. Ну, правда, немного, вообще почти ничего, потому что, ну, как-то мы так бегом-бегом. Но, и не могу сказать, вы знаете, раньше я была более, наверное, как-то к вещам расположена, мне нравилось все, я хотела купить все. Сейчас я уже понимаю, что гардероб забит, а когда надо что-то надеть, а надеть нечего. И я решила, что буду большую часть вещей покупать такого базового гардероба, чтобы в любой момент я могла надеть и чувствовать себя комфортно. То есть разделила внутренний, внутри у себя в голове свой гардероб на последневный и на более такое выходное. Ну, не знаю, сейчас хочу перебрать свой гардероб, поэтому купила одну блузку, очень такой прикольный, мне она понравилась, я вам ее покажу. И купила вот такие вот штучки всякие. У меня тут есть, ну, мы, короче, по магазинам разным ходили, а вот еще демки дали, пробничек зубной пасты какой-то, ладно, не важно. Вот, помада, помада очень стойкая, матовая от Мак. Николичка, не помнишь, как она называется? Я читать до сих пор не умею, хотя хожу на курс английского. Quiet The Stand Out. Quiet The Stand Out. Точно, видите? Вот, он такой персикового цвета, и я нанесла ее на губы, сейчас не могу нанести, потому что я говорю, что у меня очень болит рот после стоматолога, и я сейчас с бальзамом специальным от, как же марка называется, французская, по-моему, тоже, или испанская. Очень классная, она губы заживляет. Вот, нанесла, поэтому не могу сейчас пользоваться никакими помадами. Ну, такого персикового цвета прикольно. Нанесла ее вчера, когда при покупке, я не могла ее отдереть вообще. Это как Нуба. Вот аналогично Нубе, седьмой номер, когда ты пытаешься ее сдереть, она не сдирается. Дальше, у меня тут есть какая-то вещь, которую, в принципе, я так просто мельком глазами в магазине прошлась, и говорю, что это такое? Мне говорят, это корректор для бровей. У меня хоть и брови в татуаже, но все равно иногда хочется, знаете, когда вечером куда-то выходишь, чтобы они были более яркими. Попробую вам, расскажу в любом случае во влогах или в каких-то видео о, может быть, фаворитах косметики. И вот, что я уже пробовала, когда-то мне Юлечка, это моя кума-дочь, она мне присылала кисточку вот этой вот марки, которая вот для нанесения тонального. И она мне действительно очень понравилась. Вот, ну да, конкретно понравилась очень хорошо, и ворсинки не вылазили ничего, поэтому, когда я увидела эту же фирму кисточки, я решила, что надо брать. Поэтому я взяла три кисточки, одна такая вот скошенная, вот, у меня, в принципе, есть одна скошенная от фирмы Avon, она мне нравится, ну, я довольна ей, а это просто решила, что пусть будет у меня две скошенные кисточки. Она, в принципе, не сильно скошенная, но, короче, в любом случае я попробую. Вот, она очень мягенькая такая, но при этом такая плотная, то есть у нее ворсинки сбитые. Посмотрим, не знаю. Ну, я же говорю, фирму я проверила, а она недорогая. Вот эти вот все кисточки, то есть одна кисточка стоит 50 гривен, то есть получается, что я за эти кисти отдала 150 гривен. Но это смешная цена, но мне кажется, качество очень хорошее, ну, по крайней мере, из того, что у меня было. Вторая кисточка, это такой бочоночек, вот, бочоночек, чтобы носить тени, и он такой плотный-плотный. У меня как раз вот такого бочоночка нету. У меня кистей очень много, разнообразных, вот, а вот такой вот у меня нету, так что теперь будет. И еще одна, тоже скажу, что такой у меня тоже нету. То есть я, в принципе, взяла в основном все то, что у меня нету, вот кроме этой. И видите, она, я видела у Крыгина и похожая, ну, конечно, я имею в виду по форме, не по фирме, по форме, посмотрим, ну, вроде не вылазит. Вот я тяну, ничего не вылазит. Короче, мне нравится. Вот, я у нее видела такую кисточку и подумала, что мне, наверное, тоже надо. Все-таки, скажу честно, YouTube, он влияет на покупки, ты вот посмотришь какое-то видео и думаешь, мне тоже это необходимо, а раньше ты жил без этого, и все было нормально. Поэтому иногда думаешь, нафиг смотреть видео. Но видео полезно смотреть тогда, когда вам действительно что-то надо, а вы не знаете, чтобы зря не потратить деньги, вот, определиться, то такие видео полезны. Вот. Поэтому есть у них и польза, и вред. По поводу кистей, сразу говорю, что очень добротные, очень качественные и классные, независимо на то, что такая цена недорогая. Поэтому вот такие вот вещи я рекомендую. Я вам вроде бы все рассказала, вот на этом... А, нет, я не все вам рассказала. У нас есть шикарный подарок для Демика на день рождения, который подарила Даша. Даша Краус, она тоже блогер, мама, я с ней дружу, она живет вот тут вот рядышком, недалеко, то есть в одном районе. Они с мужем подарили шикарный подарок для Демика, и не только для Демика, для всей, получается, нашей семьи, ну вот как подгадали под день рождения. Это такие фонарики. То есть я вам покажу. Но вот этот вот я хотела отметить, потому что, наверное, в первую очередь кайфую от него еще я и вся наша семья. Поэтому семья Вязовых огромное вам спасибо просто огромное за такой подарок. Очень круто. И я покажу дальше, что Демке еще подарили, потому что я вообще не планировала снимать влог, это видео. Ну, как-то так спонтанно получилось, наверное, еще, потому что, когда я выкладывала фотографии в Инстаграм, то девчонки писали, а влог будет? Я думаю, блин, так не хотелось, но все-таки надо снять хотя бы чуть-чуть. Поэтому чуть-чуть вам показала. Вот так вот у нас все получилось в этом году. Первый годик мы, конечно, отмечали со всеми-со всеми, очень-очень глобально. Ну, как глобально, рестораны, там шарики, моряки, в общем, всех собирали, чтобы было как-то так совсем празднично. А в этом году как-то так душевненько. Вот. Поэтому вот так получилось. Ну, я очень рада. И у нас, кстати, был очень вкусный торт. Анюта, тебе тоже спасибо за заказы постановой у девочки у одной. И начинку она всегда подбирает. Очень классно. И делает, я вот высылаю картинку, говорю, хочу такое. И она делает именно так, как в картинке. Очень всех поблагодарила, все рассказала. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если я что-то забыла, вы уж меня простите. Вроде бы ничего не забыла. Но если что-то, то в другом влоге, в другом видео, в инстаграме я обязательно все расскажу и поделюсь. Потому что, по сути, моя жизнь наизнанку. Все. Ваша Запорожская. Люблю, целую. И до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok